Я работаю заместителем технического директора сервиса «Золотая корона» «Денежные переводы», который входит в состав группы компаний «Центр финансовых технологий». В дирекции работает более 200 человек. Я в дирекции как выступаю линейным руководителем, то есть конкретного структурного подразделения, где у меня сотрудники, частично присутствующие, даже здесь я вот вижу. А также отвечаю за ряд направлений, где я уже курирую руководителей подразделений, то есть не выступая непосредственно линейным руководителем. Поэтому здесь как бы и в той и в той ипостаси, и в ипостаси непосредственного руководителя выступая, и в ипостаси руководителя руководителей. В принципе, я занимаюсь этим уже примерно всем безобразием 11 лет. Но когда-то все было не так, и все с чего-то началось. Началось все в 2006 году. На тот момент времени я работал в одной авиакомпании, и работал я на должности системного аналитика. Как часто у нас водится, системный аналитик совмещал должность менеджера проектов. И я как раз вел достаточно большой крупный проект в компании по внедрению системы электронного документа оборота. Особенность этого проекта заключалась в том, что он был достаточно амбициозный, и он предполагал не только внедрение просто информационной системы, но он предполагал также реинжиниринг существовавших на тот момент бизнес-процессов. Работы с документами, с электронными, бумажными, входящими там приказами, договорами. Ну, вся-вся-вся эта история. Ну и собственно руководство, что, как посчитало, наверное, вполне справедливо, что раз надо делать реинжиниринг бизнес-процессов на местах у тех людях, которые занимаются документнооборотом, то давайте мы их всех заведем под человека, который занимается проектом внедрения электронного документа оборота. Вот так в свои, значит, зеленые 26 лет я внезапно стал руководителем в первую раз в жизни структурного подразделения, причем еще и какого? Достаточно кудрявого. В целом средний возраст сотрудников был 45+. У меня было в подчинении 2, один полковник в отставке, один подполковник в отставке. Мне напоминают 26, это первый опыт руководства. При этом это подразделение еще было территориально распределено. То есть это был Новосибирск, Москва, и в каждом городе по два офиса. То есть мое подразделение было распределено по, по сути, четырем точкам базирования. И всей вот этой кудрявой структуры только три человека были айтишниками у меня. Все остальные к айти не имели отношения вообще никакого. Ну и вот оказавшись в этой ситуации, естественно, никто на меня не качал, не учил, не было никакой методологической базы. В общем-то все, что было максимально близко к теме управления, это был PMBOOK, но тем не менее все-таки проектный менеджмент – это проектный менеджмент, административное управление – это другая история. И здесь действуют некоторые другие паттерны, другие вещи. Ну и что вот в этой ситуации мне было делать? У меня был период, когда я поначалу приходил на работу, садился, смотрел в стол и задавал себе вопрос «Тема, а что ты должен делать как руководитель?» То есть для меня это действительно был большой вопрос, потому что никто не рассказывал, никто не отвечал, не было какой-то в таком широком доступности литературы, как сейчас ее не было. Нельзя было просто взять, пойти, достать одизиса, почитать и такой «А, ну все понятно, окей, пошел руководить». Ну что тогда мне помогло? Мне помогла предельная бескомпромиссная честность относительно того, что я действительно умею и чего я действительно не умею. Здесь, естественно, мы говорим не о технических скиллах, абсолютно никак не важно было то, что я умею программировать на Java. Было важно то, что я умею для полезной, для управленческой деятельности. И вот, просканировав себя насквозь, я честно для себя признал, что я бездарность, и все, что у меня есть, это отличная память. Слава богу, пока еще сохраняется, и это действительно работает и помогает, потому что можно держать весь скоуп и весь проект целиком в голове. Я, в общем-то, довольно неплохой коммуникатор, и могу договориться с людьми, если не обо всем, то о многом могу договориться. Ну и к тому моменту времени у меня уже был объективно наработанный опыт выстраивания организации процессов. Этот опыт у меня был как раз из истории с разработкой, потому что к этому моменту времени я уже активно интересовался производственными процессами разработки программного обеспечения и участвовал в нескольких проектах тюнинга вот этих производственных процессов. То есть Agile тогда мы еще не занимались, не слышали про него. Но, в общем, определенный опыт имел. А как я вообще к этому пришел, к такому опыту внедрения процессов? Но пришел я к этому после того, как в 19 лет, в 1999 году зафокапил свой первый коммерческий проект. В общем, у меня был проект нормальный денежный, значит, и на нем я, в общем, все сделал неправильно, у меня ничего не получилось, все прогорело. Ну и, собственно, я начал цикл рефлексии и понял, что процесс был совершенно никак не выстроен, не годен, а как же нужно было делать правильно. Ну и вот я начал интересоваться производственными процессами, участвовал в том числе в их оптимизации до этого, в других организациях, где работал. И вот к этому моменту времени у меня уже был наработанный опыт вот с этими процессами. И это очень сильно мне помогло, потому что я не пытался опираться на то, в чем я слаб. Я не пытался выстраивать на какую-то вертикаль жесткую власти, потому что я в этом был слаб. И как бы, ну, с двумя полковниками очень сложно выстраивать вертикаль власти как бы в свои 26 лет. Это мне позволило опираться именно на те компетенции, которые действительно у меня были хороши, которые меня не подводили, которые нормально выстреливали и давали практический результат. Поэтому, вот оказавшись в этой ситуации, очень важно это вот именно бескомпромиссно проанализировать, в чем ты бездарен, как бы, и оставить то, в чем ты действительно хорошо разбираешься. Ну, в общем, как-то жизнь наладилась, что-то закрутилось, стало мне понятно более-менее, что делать, и дальше полезли комплексы. Как раз те самые, про которые у меня вот название доклада говорится, отходники вот эти все, значит, эти проблемы. Поговорим о нескольких из них. Там, на самом деле, соном, тараканы, значит, прогоняют гусей и так далее, в общем, да. Вот про все эти стада мы не сможем поговорить, и поэтому проговорим про наиболее такие яркие, значимые. Проект очень ответственный. Там, проект представлялся на совете директоров, значит, за ним пристальное око соурона наблюдает, любой, значит, какой-то сбой в проекте, любой какой-то ошибка, она всплывает на самый верх, очень строго ко всему этому относится. Ну, и, соответственно, у меня, как у человека молодого, как у инженера, как у человека с неким социалистическим воспитанием, у меня срабатывает материнский инстинкт. Относительно моих сотрудников. И я, занимая позицию максимального выгораживания от любых замечаний, от любых претензий, от любых каких-либо требований со стороны вышестоящего руководства, я начинаю максимально экранировать свое подразделение. То есть я, как у гугла есть термин «шит амбрелла». То есть я вот с этим «шит амбреллой» над своими сотрудниками начинаю постоянно бегать, его раскрыв, защищая их от любых каких-либо претензий. Годы, на самом деле, годы и смена корпоративной культуры у меня потребовалось на то, чтобы прийти к пониманию того, что это очень плохой паттерн. На самом деле, отрезвляет в этой ситуации, когда ты наблюдаешь, и так было не раз, опять же, то есть я не раз наблюдал, когда человека, руководители снимали с должности с такой формулировкой. У тебя подразделение «Черный ящик». И в целом это справедливо, потому что когда мы начинаем максимально выгораживать в любой ситуации, мы приводим к тому, что возникает утрата доверия к вашему подразделению. Что ни скажи, какую претензию ни объясни. Нет, мы все сделали правильно, это вот там они виноваты, это вот там не сделали не так. С таким подразделением сложно строить какие-то планы, какие-то ожидания, на него сложно опираться, как на боевую функциональную единицу. Внутрь это тоже работает плохо. Это разлагающая позиция, разлагающая концепция. Почему? Потому что и я, и мои сотрудники от такого подхода начинают относиться к себе очень лояльно. Ну, накосячили с кем не бывает. Мы в целом-то хорошие ребята. Происходит потеря критичности. Мы начинаем некритично относиться к своим проблемам, мы начинаем некритично относиться к своим слабостям. А, следовательно, в результате этого я, как руководитель, очень порчу карьеру и судьбу своих сотрудников. Почему? Потому что я их ограничиваю в развитии. Потому что развитие, оно возникает не, условно, не тогда, когда все хорошо. Развитие возникает тогда, когда подразделения, когда люди преодолевают какие-то проблемы, препятствия и трудности. И защищая их от проблем, препятствий и трудностей, ну, а прилетело по голове, это в том числе проблема, препятствия и трудности. И защищая их от вот этой ситуации, я их ограничиваю в возможностях развития. Они становятся к себе максимально лояльны, входят в жесткую, стабильную зону комфорта, и все, стазис, ну, и загнивание, и, в общем, как бы деградация. Как здесь вот у меня и написано, происходит в конечном итоге снижение качества. Потом, спустя опять же годы, я увидел очень хороший обратный паттерн. Я его увидел в поведении очень молодого руководителя, уже тогда подчиненного мне, в отношении к своему подразделению. У него была очень классная позиция. Когда что-то случилось и действительно накосячили, он всех собирал, ну, они сидели вместе в одном кабинете, он вставал, чесал репу, такой, ну, что, ребят, мы облажались. Это на самом деле очень грамотный посыл и очень важная постановка. Он не выбирает никого из подразделения, как козла отпущения. Он не говорит, ты совершил страшную ошибку, ты будешь казнен. Он при этом не отказывается от ответственности. То есть вот это все бремя тяжести ошибки, оно ложится на коллектив. Коллектив плечом к плечу сплочается и начинает работать над тем, чтобы каким-то образом устранить последствия этой ошибки. Ну, то есть, сказав вот эту фразу, он не просто садится и дальше работает. Нет, они собираются, начинают работать над устранением проблем, которые возникли в результате их ошибки. То есть дальше идет именно конструктивная работа. Но сам базовый посыл, что там не ты накосячил, да, или бездарности. Нет, это плохие паттерны принятия своей ошибки. А вот именно вот эта позиция, субсидиарная позиция, ребята, мы накосячили. Давайте разбираться, что делать. И на самом деле, наблюдая много-много-много раз за ситуацией, когда коллектив собирается и начинает устранять какую-либо проблему, я пришел к воду, что на самом деле это самый лучший тимбилдинг. Гораздо лучше съездить на разбухашку, там как бы это меньше работает и вообще, по-моему, вообще плохо работает. Все эти веревочные тренинги. Самый лучший тимбилдинг – это когда у вас в 9 вечера в пятницу все сломалось, и вы сидите до 4 утра, там, тимлит, бегает за пиццей в соседний, значит, круглосуточный магазин, и вы пытаетесь все это поднять. И вот глаза вашей команды, когда вы в 4 утра все это подняли, починили, и вот с горящими, как прожектор, глазами вы расходитесь по домам, вот это самый the best тимбилдинг, который я когда-либо вообще в своей практике видел. И поэтому, защищая и выгораживая своих, мы лишаем коллектив таких прекрасных возможностей кристаллизоваться и стать настоящей профессиональной командой. Но это пришло все гораздо позже, а в тот период времени я продолжал переживать определенные комплексы и трудности. И вот следующие комплексы и трудности, которые я буду говорить, они именно такие инженерно-специфические. Программист, вообще говоря, это, с моей точки зрения, один из самых счастливых людей на свете. Я не шучу, это правда. То есть программист, он каждый вечер может уходить домой счастливый. Почему? Потому что у него есть физическая возможность хоть что-то сделать до конца, закомпилировать, запустить, посмотреть. Да, работает. Вот этот модуль я отладил, он запускается. Вот эти три я примерно понимаю, как сделать. И вот он выходит счастливый с работы, идет в киоск, берет пиво, идет домой, смотрит сериал. У него ежевечерний дзен. На самом деле, мало в какой профессии можно еще иметь такую привилегию, такое благо. И когда ты из программиста переходишь в руководящую позицию, у тебя случается очень большая проблема. У тебя нифига нету ежевечернего дзена. У тебя его раз как отрезали. Ты что-то делаешь, какие-то решения принимаешь, какие-то проблемы разруливаешь. Вечером уходишь с чем домой? С переживаниями, депрессом, страхами о том, что будет завтра, как справиться с этим. Прокручиваешь в голове чек-листы там и прочее, что ты еще не сделал. И это реально некая проблема. То есть у нее какого-то серебряной пули, золотого решения какого-то у нее нет. Это бремя этой роли. То есть так же, как вот этот дзен вечерний, это привилегия работы программистом, так же и отсутствие этой привилегии, это бремя этой роли. И в рамках сегодняшнего доклада я не скажу решение вот этой проблемы. Пришлось научиться жить без вот этой радости. Но, тем не менее, определенными способами я для себя, то есть поскольку мне так много радости доставляло программирование, каким образом мне вернуть радость в свою жизнь, будучи в бытность своим руководителем? Я попытался каким-то образом создать для себя в голове, простроить некие семантические цепочки, то есть некие паттерны соответствия, а вот это похоже на то, как в программировании вот это. И в моем случае это сработало. То есть я себе сел такой, думаю, ну вот свалилась на меня какая-то совершенно дичь, непонятная абсолютно задача, с которой непонятно, как мне что делать, как вообще справиться с этим требованием руководства. Ну что я делаю? Я начинаю раскладывать по полочкам. Я ее начинаю анализировать. А что я делаю, когда мне приходит новая задача, когда я разработчик? Я ее декомпозирую. Вот она, здесь аналогия. Все это то же самое, что декомпозиция. Проектирование структурного подразделения, ну структуры подразделения, структуры отдела. Ничто иное, как проектирование архитектуры вашего программного приложения. Тоже такой, нарисовал, сел. Мы же получаем кайф, когда мы сели, там, диаграмму приложения, будущее слои разрисовали такие. И тоже некий дзен, кайф такой, хоба, ушли домой. Ну вот здесь тоже структуру подразделения разрисовал, понял, какая функциональная единица, чем будет заниматься. Ну и такой тоже кайфанул, да, архитектуру придумал. Все, можно идти. Дальше очень важный момент. Наладил процесс. Вот тот самый дзен вечерний, когда, ну не знаю, там, в разных IDE по-разному, у меня почему-то запомнилось Control F9, когда компиляция запускается. Я даже не помню, с какой это IDE, но вот у меня почему-то запомнилось в голове Control F9. И вот она запустилась и сработала. И когда у меня начали получаться, то есть когда в моих подразделениях запустились базовые рутинные процессы, рутинные в хорошем смысле, я сейчас объясню почему. Почему? Запустились и закрутились базовые рутинные процессы. То есть те процессы, которые подразделение должно выполнять, оно начало выполнять. Вот этот маховик начал крутиться. Оп, ну это то же самое, что процесс, оно скомпилировалось, оно запустилось, оно работает. Тоже кайф, тоже как бы получаем удовольствие, но никто не отменяет того, что мы его получаем намного позже. Не ежевечерний, а в целом хорошо, если через месяц, через два мы получим эффект от какого-то своего тогда принятого решения. А в случае, если мы проводим какую-то мощную, большую организационную трансформацию, ну реально как бы кайфануть от результата, если все еще удалось. Это тоже не гарантированно. Ну вот когда я DevOps начал затаскивать к нам в подразделение в нашу жизнь, это начал я затаскивать его году в 2014, реально кайфануть я смог только году в 2016. То есть вот настолько отложенный результат того, что когда-то тогда решение было правильное, принятое, то есть и все это время, эти два года нужно тащить на какой-то фанатичной уверенности, что ты делаешь правильно, тебя там воплевывают со всех сторон, сомневаются, а ты прешь и тащишь. Ну да, по времени сократить не получится, хотя определенный чит-ход есть, это так называемые вот эти все квиквины быстрые решения. Ну то есть в любой какой-то большой комплексной задаче, которую нужно решать серьезно, глубоко, и мы тем не менее можем выделить какие-то моменты, которые можем сделать быстро. Сразу показать результат, сразу принести какую-то полезность своей организации. В общем-то и в программирование-то это тоже пришло. То есть в программировании мы тоже сейчас очень часто говорим про MVP-продукт, а не большой там идеальный, созданный там в идеале. Это тот же самый аналог вот этих быстрых решений, вот этих быстрых квиквинов. Почему я тут заикнулся про… немножко в сторону скользнул. Я здесь заикнулся про того, что операционная рутина – это хороший момент. Почему это хороший момент? Вот скажите, пожалуйста, слово «каденция» кому знакомо здесь? Кто его слышал? Хорошо немного людей слышали. Кто слышал, кто знаком с таким понятием, как ритм-секция в музыкальном произведении? Вот это уже получше, уже хорошо. На самом деле в любой деятельности, любое функциональное подразделение занимается какой-то деятельностью. И в любой деятельности есть некое ядро. Тот минимально необходимый набор повторяющихся действий, повторяющихся каких-то элементов, воспроизводимых с определенной регулярностью и частотой, которые я и назвал рутинным процессом, работоспособность и стабильное функционирование которых говорит о том, что ваше подразделение в целом в базе со своей работой справляется. И поэтому, приступая к созданию подразделения, к улучшению качества работы подразделения, самое главное запустить вот этот процесс, потому что вот этот процесс, та регулярность, с которой он выполняется, это и есть вот эта самая некая каденция, которая отмеряет ритм для всего, что дальше будет происходить в нашем подразделении, включая какие-то проектные вбросы, включая какие-то пиковые нагрузки, что-то еще. Почему я сказал про ритм-секцию? Потому что мелодия может условно никак не ложиться в вашу ритм-секцию, но тем не менее без нее песня звучать не будет. Именно ритм-секция определяет размерность вашего музыкального произведения. И вот этот рутинный операционный процесс, на нем на самом деле в первую очередь, с моей точки зрения, когда вы пришли в новое подразделение, либо формируете новое подразделение, на это нужно уделить первейшее внимание и запустить вот этот рутинный процесс как можно в более короткий срок. Потому что это вам обеспечит некую стабильную платформу, на которой можно дальше работать. Очень простой пример. В разработке команда собралась, надо разрабатывать софт. Что мы делаем? Условно мы договариваемся, ребята, у нас недельные спринты, еженедельные стендапы, и мы несколько раз это сделали. Мы реально спланировали спринт-бэклог, мы реально запустили то, что это делается от спринта к спринту, работа, работается. Все, процесс пошел. Вот этот операционный цикл запустился, подразделение выполняет свою основную функциональную задачу. И выстроить его, вот этот процесс, некий такой очень важный момент, который в том числе позволит вам получить то самое удовлетворение от работы, тот самый дзен, которого после того, как был программистом, так не хватает в работе руководителем. Вот, это еще бы ничего, но дальше было еще хуже. Поскольку, опять же, я инженер, но еще и с комплексом отличника, в роли руководителя я столкнулся с очень черной полосой в этой истории, я столкнулся с тем, что необходимо принимать решения быстро, необходимо принимать решения в условиях ограничения, ограниченного доступа к информации, принимать решения в условиях ограниченных ресурсов, не имея возможности проанализировать все возможные последствия твоих решений, не имея возможности выработать и принять идеально правильное решение. На самом деле, даже скажу больше, не то, что не имея возможности, ни один руководитель не имеет права принимать идеальные решения, потому что любое идеальное решение означает, что вы потратили слишком много времени на принятие этого решения. Это означает, что какие-то возможности, какие-то моменты уже были упущены. Недаром существует фраза «лучший враг хорошего». Еще у меня есть аналогия. У меня один сотрудник меня потряс в свое время своей логикой. Он мне говорит, я когда учился, я когда на экзамене больше тройки получал, расстраивался. Говорю, почему? Ну, я, значит, потратил впустую лишнее время на подготовку. Как ни странно, это некая гипербола. Но тем не менее, в целом для руководителя это, в принципе, правильная логика. То есть если ты принял слишком хорошее решение, значит, ты слишком долго думал, и где-то ты что-то упустил, где-то тебя обошли. Кто-то выпустил продукт раньше, чем ты, пусть более низкого качества, но тем не менее он уже известен, он уже захватил рынок, и тебе уже до свидания, и тебе придется бороться. Соответственно, здесь нужно понимать твердо, как мантру, что лучший враг хорошего. А еще здесь мне лично помогло понимание бизнес-результатов, то есть ориентации на результат. То есть понимание конечной бизнес-ценности. То есть дают задачу, я ее хочу сделать идеально, но я ее хочу сделать как идеального коня в вакууме, но не это от меня ждут. Я дальше копаю, а зачем от меня этого ждут? Для какого конечного бизнес-результата от меня ждут вот эту штуку? И когда я вот этот конечный результат понимаю, тогда я понимаю те границы качества, которые я обязан обеспечить, и те границы качества, за которые я не имею права выходить, потому что это будет слишком дорого, слишком долго, слишком затратно. И вот эта ориентация на конечный результат, она очень сильно помогает побороть эту проблему, хотя эта проблема, наверное, такая одна из… Это, наверное, индивидуальные какие-то вещи специфичные, но для меня такая одна из самых трудноизживаемых. Прошу прощения. Ну а мы едем дальше. Продолжая быть инженером в душе, я продолжал сталкиваться со следующими проблемами. Ну то есть инженером, что он любит сесть, поковыряться там. Если он еще электронщик, то он любит попаять там, по схемке пособирать что-то еще там, протравить платку там как бы в домашних условиях, чем не прекрасное занятие. Если он там математик-программист, он любит попрограммировать, посидеть там, какой-то код поваять. Таким образом, став руководителем, я по-прежнему очень любил делать работу руками. То есть мне это в кайф, мне это в удовольствие. Как программист я любил программировать, как системный аналитик я любил делать постановки задач, простраивать там, как бы схемы логические рисовать, понимать, структурировать ту или иную проблему. И вот здесь очень важный момент. На поверхности лежит ответ – это проблема делегирования. Ты не умеешь делегировать. Но с моей точки зрения это категорически не так. Необходимо строго разделять проблему делегирования, она объективно существует, и проблему к любви работать руками. Потому что у этих проблем принципиально разные корни. Проблема делегирования, она лезет из кучи других психологических аспектов. Боишься, что появится кто-то более сильный, чем ты. Боишься утратить свой центр высшей компетенции. Не умеешь, не знаешь, как проконтролировать. Не умеешь нести ответственность за сотрудника, поэтому берешь все на себя сам, сам тащишь. Это есть проблема, она есть. Но про нее столько сказано, что я говорить не хочу. Я хочу сказать о том, что это совершенно другая история. Нежели любовь делать работу самому. Как инженер, ставший руководителем, большинство из нас сталкивается с тем, что да, мы любим работу делать сами. И на самом деле бороться с этим пороком нужно в первую очередь, и с моей точки зрения, организация никогда не потратит лишних денег, помогая своим молодым руководителям побороть эту проблему. К чему я здесь призываю? Конечно же не к тому, чтобы перестать делать работу руками. Но направление приложения сил и усилий и своих рук необходимо кардинально изменить. Став руководителем, мы должны делать не исполнительские задачи, мы должны думать над форматами и смыслами. Мы должны думать над организацией. Мы должны думать над тем, как должен быть выстроен процесс, чтобы мы делали больше кода в единицу времени, чтобы повышалось качество продукта, который мы выпускаем. То есть мы должны уходить от делания непосредственно каких-то задач, мы должны уходить к генерации, концепции того, как должно работать наше подразделение, чтобы приносить максимальную пользу. И вот туда необходимо направить все наши усилия, все это наше рвение, работать руками. Но это действительно очень сложно, и я нередко наблюдал, сам этим страдал. Я сам люблю периодически до сих пор пописать постановки задач, но сейчас периодически от меня это и требуется в явном виде, но я это и люблю. Наблюдал картину, когда руководитель в принципе начинает уделять… То есть как, операционная рутина никуда не делась, и человек все равно, занимая руководящую позицию, приходит, и вот он с 9 до 6 вечера выполняет свои непосредственные обязанности. После этого он остается в 6 вечера, и до 10 часов вечера что-то делает руками. Кто-то аналитику пишет. У меня яркий пример. Человек сам, собственноручно, будучи руководителем отдела производства, развернул там CI-ные комплексы, начинал писать рецепты по выкатке приложений и так далее. Это все классно, и польза от того, что он это сделал, в конечном итоге для подразделения, безусловно, хорошая. Но это не его работа, это не его задача. Ему в это время нужно было тратить усилие на то, чтобы подумать, как организовать работу своего отдела так, чтобы у его ребят хватало времени, мотивации и сил на развертывание CI-комплекса, написание первых сценариев по выкатке и так далее. И вот из этой истории вытягивать, вытягивать из этой истории руководителя нужно всеми силами, потому что в противном случае он просто не состоится. То есть если руководитель не перенаправит свои усилия и желания работать руками с конкретного делания, колония конкретных дров на форматы и смыслы, он не состоится как руководитель, и в конечном итоге мы от него и от его подразделения желаемого результата, к сожалению, не получим. И здесь очень тонкий такой романтический какой-то момент в том, что он же классный, он же старается. Ведь это действительно полезно, то, что он делает. Да, но это не его работа, и от него ожидается другое, и ему нужно найти в себе силы, и вам нужно найти в себе силы переключить его на форматы и смыслы. Об этом можно очень долго говорить, но вот у кураторов нашей секции Александра и Вирны очень много на эту тему хороших, отличных вещей тоже они рассказывают. Да, вот, всем рекомендую, они прекрасно про эту тему зажигают и рассказывают. Но мы движемся дальше. Вот прошло тех самых 11 лет с 2006 года, что я имею на сегодняшний день? Какие проблемы у меня остались, скажем так, в латентной фазе и, наверное, уже никогда не будут изжиты? Ну, то есть я по-прежнему переживаю, страдаю всякий раз, принимая от необходимости принимать быстрые и неидеальные решения. Как бы я сейчас красиво не рассказывал про бизнес-ценность, лучший враг, хороший и прочее, мне всегда физически больно принимать неидеальные решения. Ничего с этим не могу сделать, кроме тех рекомендаций, которые рассказал, новых придумать не могу. Если у кого-то есть, я готов сам воспользоваться. Ну и да, как я уже говорил, все еще люблю делать работу сам. Но благодаря уже помощи коллег, благодаря каким-то знаниям, которые как раз в том числе у Александра и Вирны подчеркнул, услышал, у меня сложилась окончательно вот эта картинка, что не надо бороться с желанием работать руками, но усилия нужно направить вот туда, куда я сказал. Ну, как звучит пафосно, куда я сказал-то. Ну, мне кажется, что нужно направить туда, куда вот я сейчас сказал. Вот. Все эти моменты переживают, наверняка переживал не только я, наверняка переживают многие молодые программисты, в смысле молодые руководители. Вообще в IT есть такая особенность, что в большинстве случаев мы откуда берем руководителей? Вот когда нам нужен руководитель структурного подразделения, куда мы пойдем, скажите? Ну да, внутрь. Никто не сказал, к HR пойдем, да? Потому что мы с улицы, и программистов, в смысле руководителей, с улицы, как правило, не приводим. Мы, как правило, стараемся их вырастить из коллектива, из членов коллектива, из подразделения. Ну, это абсолютно, с моей точки зрения, правильная логика, потому что контексты у многих организаций, у всех организаций очень разные, а стиль руководства должен быть замешан на тесте, на дрожжах той корпоративной культуры, в которой он как бы вот он созрел и вырос. Тогда он будет максимально эффективен. Поэтому, да, мы растим руководителей, как правило, из собственных сотрудников. Кстати, а поднимите руки, кто здесь руководитель? А кто руководитель руководителей? А кто инженер? А кто из тех, кто поднимал руки как руководителя, не поднял руку как инженер? Ага. А скажите мне, пожалуйста, Егор, а вы что, заканчивали гуманитарный вуз? Ну вот, на самом деле я убежден в том, что бывшим инженером быть невозможно. Мы всегда остаемся инженерами, несмотря на то, что мы все равно в базе инженера, и это хорошо. Не обязательно программистами должен руководить программист, но обязательно программистами должен руководить человек, разбирающийся в IT, имеющий базовое инженерное образование. Вот здесь я немножко, скажем так, с классической МБИ-ной моделью, ну, позволю себе не согласиться, что там любой из любой отрасли пришел и любым руководит. Ну, я это много раз видел, я не видел успешных примеров. Все-таки, когда ты из своей прикладной области, пусть ты не программист, но ты хотя бы инженер, ты айтишник, тогда ты нормально можешь руководить. Если ты совсем откуда-то из сельского хозяйства пришел, ну, катастрофа на самом деле, ну, очень редко получается какое-то счастье, когда приходит бывший, значит, аграрий и начинает руководить программистами. Ну, наверное, никто из нас себе этого не пожелает. Поэтому на самом деле все на вопрос, кто инженер, поднимаем руки все хором, потому что, ну, так оно и есть. Итак, мы растим ребят из руководителей, из инженеров. Ну, вот, опять же, как-то так вышло, что все эти 11 лет у меня с того самого первого момента в 2006 году всегда были в подчинении руководителя. Вот те самые господа полковники, подполковники. И позже, за все 11 лет у меня примерно в карьере 10 месяцев было, когда я был просто линейным руководителем. Таким образом сформировался какой-то определенный накопленный, исключительно эмпирический, не претендующий на какую-то научную ценность, ну, некие опыты, представления, как, собственно, ребят растить. Ну, вот, я для себя выделил 5 ключевых этапов, через которые нужно протащить человека, чтобы он стал годным руководителем. Прежде всего, это выявление. То есть необходимо разглядеть того, в ком есть достаточный потенциал, чтобы стать руководителем. Здесь коснемся еще этого вопроса. Дальше. Тестирование и вербовка. Тестированием достаточно все понятно. Да, нужно проверить, есть, нет компетенции, потенциал зажжет, не зажжет. Вот. А вот с вербовкой. Кто считает, что переход с инженерной должности на руководящую – это благо для сотрудника? Ну, более-менее трезвая картина подразделена сейчас у нас в аудитории. Я так не считаю. У всех по-разному. Да, это не является безоговорочным и абсолютным благом. Поэтому человека действительно нужно протестировать, его это или не его. И, во-вторых, его, конечно, нужно завербовать в эту историю. Потому что, опять же, элементарно, если он программист, то он должен понимать, что вот тот самый свой ежевечерний дзен он потеряет. И если успешно перейдет в руководителя, то он навсегда его потеряет. Вот. Поэтому здесь обязательно как бы нужна качественная вербовка. Начало пути – это очень важный момент, про который я тоже отдельно сейчас еще коснусь более как бы плотно. Вот. Ну, дальше становление. Что такое становление? В моем понимании я отделяю этап становления. Это тогда, когда вот ту самую ритм-секцию и каденцию, вот тот самый операционный цикл, он, ваш руководитель, запустил в своем подразделении без вашей помощи. То есть он с этим сам справился, у него этот процесс крутится, и он над ним надстраивает другие какие-то вещи дополнительные, какие-то допы надстраивает. Вот это уже становление. То есть здесь он созрел, он годный руководитель, самостоятельный. В принципе, здесь можно и закончить. Но если мы хотим как бы обеспечить этот лифт, социальный называется лифт, то тогда есть еще этап развития. Каким образом руководителю линейного подразделения вырастет до позиции директора, до позиции человека, отвечающего за дивизион, за большой комплекс направлений и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, формат наших сегодняшних встреч не позволяет рассмотреть детально все эти пункты. Я коснусь только трех пунктов. И во всех этих трех пунктах я постараюсь заострить внимание на самых болевых точках, которые с моей точки зрения существуют. И на этапе выявления с моей точки зрения самый болевой пункт – это такой антипаттерн «дайте мне порулить». Вы ищите руководителя на вакантную должность, и у вас есть сотрудник, который приходит и говорит, Артем, ты знаешь, мне кажется, я созрел, я хочу руководить. Как правило, ни разу, когда человеку задаешь вопрос, зачем, почему ты хочешь руководить, он ничего адекватного ответить не может. Он не может же вам прямо сказать, что я хочу, потому что это статус, я хочу сидеть в своем кабинете и раздавать всем указания. Но он не умалишен, он вряд ли так сформулирует свою мысль. Но в большинстве случаев, на самом деле, к сожалению, человек, который именно хочет руководить, ни с того, ни с сего, будучи инженером, никогда не будучи руководителем, он, скорее всего, либо совершенно не представляет и просто на волне хайпа, ну, надо руководить, у меня папа руководитель, я тоже должен быть руководитель. Либо он действительно хочет сидеть в отдельном кабинете, раздавать задачи, ничего не делать. То есть, с моей точки зрения, это определенно антипаттерн. То есть, из этого человека хорошего руководителя, скорее всего, никогда не выйдет. Но, возможно, он просто плохо сформулировал свою мысль. Поэтому в этой ситуации, когда приходят такие ребята, я делаю очень просто. Я предлагаю, говорю им, нет, мы не будем менять должность, не будем менять. Вот вечером стулья, деньги на следующий день. Поэтому давай, ты сперва, мы тебе расширяем зону ответственности. Вот ты сперва справься с расширенной зоной ответственности. Ты сперва покажи, сможешь или не сможешь. Вот этот цикл запусти, принеси результат, и ты сам поймешь, твое это или не твое. Может, ты там плеваться будешь и убежишь, пятки только будут сверкать. И я смогу понять, действительно, почему ты этого хочешь, действительно, ты это можешь, твое это призвание или не твое. Поэтому, да, я здесь не призываю отказывать, я предлагаю здесь не в коем случае не давать должность, а давать расширенную зону ответственности. И вот если в этот момент человек говорит, давай тогда хотя бы премию обсудим, если у меня получится, сколько я получу. Вот тут, я думаю, разговор можно заканчивать, до свидания, я точно не сработаю с таким персонажем. Это с точки зрения выявления, что такое базовый паттерн. Были такие случаи, и лично я, к сожалению, в своем опыте поддался один раз на такую историю. После этого пришлось этот чемодан без ручки тащить примерно год, после чего мы, слава богу, все-таки расстались. Но понимания так и не возникло. То есть понимание, человек ушел с претензиями, что вы мне не дали возможности роста, вы мне не помогли справиться с моими должностными обязанностями. Мне так хотелось, что хлеб за пузом не ходит, друг, вроде ты должен был доказать, ты должен как-то был проявить. Но то есть сразу не надо было в эту историю играть. Следующий этап это у нас тестирование и вербовка. Здесь я хочу заострить внимание на аспектах тестирования. Когда мы кого-то заметили, и нам кажется, что этот человек годный, наверняка он по какой-то причине на текущий момент, то есть то, что он еще не стал руководителем, это с чем-то связано. Есть что-то, что не дает ему сделать этот шаг. И очень важно протестировать мягко и аккуратно, а сможет ли он его преодолеть. Поэтому здесь, соответственно, моя рекомендация, обязательно вот те вещи, которые сейчас его уже по факту не пускали выше, нужно аккуратно и четко протестировать, а действительно ли, потенциально сможет ли он их преодолеть, эти свои проблемы. У меня есть сотрудник очень хороший, действительно отличный, я не побоюсь этого слова, гениальный инженер. Но он однозадачен. Однозадачен не с точки зрения молотком, скажем так, он однотемен. То есть он берет одну тему, ее копает просто вот, очень сложные вещи. Он первым делал в одиночку, делал кластеризацию у нас первые в организации, там и прочие вещи. То есть очень сложный инфраструктурный проект реализовывал. Но вот он однотемный. Мы с ним очень долго пытались, ну, парень отличный, как бы надо же, если может, значит надо тащить его. Тут главное, почему еще тестирование хорошо, что это позволяет вам защититься и не тащить человека до, вот знаете, есть такое понятие, как этот уровень профессиональной некомпетенции. Человек справляется, мы его повышаем, справляется, повышаем, справляется, повышаем, справляется. Не справился, ну и остается на этой должности. То есть не справляться при этом остается. Вот, в общем, тестирование в этом смысле как раз позволяет не оказаться вот в этой ловушке. Ну вот, соответственно, мы с ним что делали? Говорим, давай, ну не получится в однозадачности быть руководителем. Нет у руководителя привилегий вот этого войти. Вообще из руководителей кто на работе музыку слушает? Счастливые люди, кстати, не так мало. А после шести вечера или до? Потому что после шести вечера я тоже слушаю. Но вот до шести вечера как-то очень редко получается. Поэтому вот эта вся история, все хорошие про Дорофеева там и прочее, значит, про поток, про однозадачность. Это все справедливо, но мало применимо к позиции руководителя. Ему все равно необходимо обладать компетенцией многозадачности, потому что ему нужно и проектные вещи, и операционные совмещать и принимать решения. Ну и в этой ситуации мы начинаем с ним тренироваться. Давай мы тебя будем тюнить, пробовать, насколько ты получишь. Мы год примерно потратили на эту историю. Рассказывал ему разные техники планирования, про ГТД рассказывал, про Помодора. Как мы только к этому не подходили. Ежедневный график его в какой-то момент времени даже пытались составлять, чтобы спустя год мы пришли к обоюдному трезвому пониманию. Это не его. Он прекрасно, отлично делает свою инженерную работу, когда ему позволяют брать одну тему и утащить ее. Он затащит любого уровня сложности задачи в одного даже и сделает это. Но вот это взяв эту одну тему и втащив ее в одного. И в этом его сильная сторона. И к этому моменту и он осознанно пришел к тому, что ему хочется этим. Он такой, ему хочется быть таким. Ему не хочется быть тем, чего от него ждали в новой роли. И по сути дела мы счастливые продолжаем работать вместе. То есть мы не стали дальше продолжать тему с продвижением на уровне руководителя. Мы расширяем его зону ответственности. То есть это некий такой горизонтальный рост. То есть рост в профессиональную инженерную сторону. И как раз тестирование позволяет здесь выявить вот такие моменты и не сделать ошибок. Тут, правда, есть такая сложность, что не всегда, вот в приведенном мной примере мы могли это делать не афишируя. Не всегда мы можем тестировать не афишируя роль человека. То есть иногда мы должны коллективу объявить, что вот этот человек, условно, он исполняющий обязанности на роль руководителя подразделения. Ну вот в этой ситуации, конечно, очень важно, чтобы не осталось какого-то чувства потери достоинства, какого-то потери в глазах коллектива своего, своего авторитета. Ну вещи такие типа мерзкие, корпоративные, но тем не менее это важно. Ну необходимо заранее предусмотреть какую-то легенду на случай провала. То есть если вы осознанно тестируете, то нужно понять, каким образом мы в случае чего опишем, ну то есть объясним коллективу вот этот возврат назад. Ну, примеры мне очень сложно приводить, потому что у меня вот таких ярко выраженных случаев, когда я должен был задекларировать человека, а потом откатить назад, в явном виде я так сильно не могу припомнить, но на самом деле все зависит от коллектива. В своем коллективе я бы это делал честно. То есть я бы так сказал, ребята, мы поработали, попробовали, убедились в том, что как бы интереснее делать, ну вот человеку заниматься инженерной работой. А, ну был случай, да, был пример, ну тоже нормально, чуть менее как бы мягко, но нормально. То есть человек просто перешел работать исполнителем, но в смежное подразделение. То есть в той же дирекции, если он был руководителем группы назначен, поработал, давно достаточно было поработал, не получилось, ну не стали как бы создавать как раз эту конфликтную историю, человек просто перешел в смежное подразделение, немножко на другие задачи, то есть похожие смежные, но другие. Ну тоже, наверное, как бы тоже рабочий сценарий, тоже вариант. Вот, наконец, третий шаг важный, это начало пути. Это самый важный шаг. И что мы хотим сделать, когда у нас появился руководитель подразделения и наконец-то закрыл своей грудью проблемную зону, которая до этого вам не давала спокойно спать? О, слава богу, все. Не хочу вспоминать, не хочу думать. Мы стараемся максимально дистанцироваться. То есть вот появился руководитель, мы его назначили, он справился, прошел тестирование, он справляется. Мой рефлекс, вот эта мне тема постоянно спать не давала. Наконец-то дыра закрыта, наконец-то проблема решена. Я вот рефлекторно начинаешь пытаться сторониться от этой темы. Не хочу ее вспоминать. Все, я решил эту проблему, у меня там классные подающие надежды руководители. Не хочу про эту тему вспоминать. И это очень плохой паттерн. Это антипаттерн. Потому что в этот момент вы должны быть максимально близко к вашему молодому руководителю. Вы должны ему уделять столько внимания, столько времени, сколько ему потребуется, сколько ему нужно. Когда зачастую человек вот в этой роли приходит к вам и начинает рассказывать о проблемах своего подразделения, он не хочет на вас переложить, ну если он нормальный, прошел тестирование, да, и годный, он не хочет на вас переложить свои проблемы. Он ждет от вас советы, рекомендации, а зачастую, если вы дадите ему до конца рассказать, он еще и расскажет свое видение, скорее всего, как это можно решить. И он ждет вашего, ну как бы он сверяет с вами часы туда, он или не туда движется. Он ждет какого-то вашего совета. Поэтому на этом этапе обязательно необходимо бороться в себе с этим вот желанием, не думать об этой теме, поскольку наконец-то эту проблему закрыли, наоборот, человеку потратить еще какое-то время, по-разному, там, 3, может быть, 6 месяцев, но достаточно регулярно уделять время, слушать его, сверять с ним часы и заниматься вот этой самой синхронной ходьбой. Но что еще не менее важно, и, наверное, вообще одно из самых важных, это вот на этом этапе человеку, руководителю, молодому, необходимо дать право на ошибку. Человек растет тогда, когда оступается, ему нужно поднять, ну, в смысле, подняться на ноги. Человек начинает, ну, то есть он, так, овладевает навыком и способностью брать на себя ответственность тогда, когда он понимает, что он сможет справиться. Нельзя понять, что ты можешь справиться, пока ты не столкнулся с ситуацией проблемной, пока ты не оступился, пока ты не ошибся. Поэтому очень важно руководителю, молодому в явном виде объяснить, что сейчас на этом периоде времени у него есть право на ошибку. Но тут важный момент. У вас его нет в этот момент времени. Это у него есть право на ошибку, потому что вот это вы рядом подстрахуете, если там он завалится, подхватите, как бы поставите все на место. Но пока не начало валиться, вы должны быть где-то рядом и должны иметь в себе стойкость, прозорливость и некое внутреннее смирение с тем, что нужно дать человеку это право на ошибку. Причем может упасть, но упасть должно в допустимых, в границах допустимого ущерба. И это ваша зона ответственности. То есть, как я уже сказал, у вас в этой ситуации нет права, но у него есть. И оно ему очень важно. Оно ему очень важно для того, чтобы научиться, для того, чтобы набить шишки, для того, чтобы овладеть теми навыками, которые ему необходимы. А самое главное, научиться брать на себя ответственность. Потому что если бить постоянно по рукам, человек неврастейником будет, он не научится брать на себя ответственность. Очень важно дать возможность совершать ошибки, для того, чтобы ваш руководитель научился брать на себя ответственность. Вот. И на этом, в общем-то, я даже хотел бы и завершить, но пока доклад готовил, немножко задумался о том, что, возвращаясь к этой теме, является ли безусловным благом быть руководителем. И вот пока я все-сего готовил, я сложилось понимание, что на самом деле быть инженером гораздо прикольнее и интереснее. И почему тогда я руководитель? Ну, наверное, просто потому, что это у меня получается лучше, чем программировать на Java. Поэтому, совершая этот переход, нужно очень важно себе понимать, что мы переходим не в страну розовых пони. И это просто другое. Это не лучше там. Наверное, не хуже. Есть свои у этого бенефиты. Но это однозначно не безусловное благо, и не нужно ждать от человека, которому вы предложили руководящую позицию, что он упадет на колени и будет на вас молиться и вас благодарить. Нет. И особенно в текущей инженерной культуре, в текущей программистской среде, вам еще, скорее всего, и поуговаривать придется. Ну вот, теперь все. Я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. 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 Артем, большое спасибо за доклад. Очень-очень интересный, прям знакомый до боли проблемы. Вопрос такой. Вот пресловутый зонтик, вот этот вот щит-умбрелла, который скрывают над собой молодые руководители. Вот какие у вас способы, так сказать, его грамотного закрытия, без того, чтобы не травмировать человека, не ударить ему по рукам? Потому что это же фактически такое, именно битье по рукам то самое. Нет, ну совершенно верно. Вот это основной способ на самом деле. То есть если вы, как вышестоящий руководитель, донесете до него, что у него есть право на ошибку, и его коллективы есть право на ошибку, то на самом деле мне именно это помогло, когда мне сказали, Артем, хватит уже тушеваться, ну да ошибись ты, ничего с тобой не случится, катастрофы не произойдет. Ты иди и действуй. Ошибешься, исправим вместе. То есть вот эта история очень сильно здесь помогает. То есть когда деспотичная корпоративная культура, это очень сложно. Ну прям очень сложно. Как минимум здесь выходом является то, что мы экранируем тогда от деспотичных вбросов сверху, но внутрь, возвращаясь, запираясь в своем кабинете, такие, так, ребята, а теперь давайте разберемся, какое говно мы с вами натворили. И там уже по полной строгости. Вот бывает так, но это именно если жесткая какая-то иерархическая история, там корпоративная. А когда руководство готово понимать и достаточно как бы демократично работает, то вот эта штука, она очень важна и помогает. Ну просто ты понимаешь, что нет смысла этот зонтик открывать. Да, спасибо. Спасибо за доклад. Очень просто крутой совершенно доклад. Я правда пропустил начало. И может быть мой вопрос был отвечал в начале. И мой вопрос, собственно, вообще сколько у вас по вашему опыту занимает вот эта прогрессия от разраба в Лида или там от Лида в этого руководителя? это очень сложный вопрос. Какой-то нормальной реальной компетенции, наверное, возникает, Макс, самое раннее, через два года. То есть мне казалось, что через полгода я такой уже норм руководитель. Но вот сейчас, оглядываясь на себя, я думаю, ну нет, не хорошо, что меня терпели. Ну я думаю, что где-то уровень компетенции достаточно приемлемый. Это где-то уровень два года. Нет, ну тем лидом, наверное, вот если тем лидом, то, наверное, можно быстрее. Тем лидом, реально, наверное, можно выхлоп давать вот в этой роли начать за год. Вот. Если там более крупное руководство, то это два года. Но вообще я до сих пор периодически там, как тайком от всех пописываю программный код. Вот. И вот это у меня до сих пор есть ряд болей, которые я жить не могу. То есть в какой-то мере, говорю, инженер, не убиваем как бы в человеке. Ну это надо делать. Да, это надо делать. Какие-нибудь лайфхаки, ускорить процесс? Как ускорить? Ну начинать с мало. Вот как раз, если тогда не делаем вот этот вброс, когда у тебя там сразу 40 человек, а говорим, ты тем лид 5 человек. То есть это очень хорошо помогает ступеньками расти. То есть не наваливать человека. То есть нормальный метод английский обучения бросить в воду, пусть выплывает. Но только не надо в водоворот бросать. То есть как бы так. Спасибо. Я здесь. Привет. У меня такой вопрос. Я начинающий руководитель. Вот, смотри. Значит, вопрос такой, что нанимаем человек, есть какая-то боль, которую, ну, ощущаешь. То есть явно, что здесь не нужно заниматься не самому, а кого-то взять, кто этим будет заниматься. Человек приходит, либо у меня, скажем, есть опыт с тем, что я человека нанял на какую-то роль, потому что внутри никто не вызывался. Все сказали, нет, нанимаем нам начальника, будем его мучить. И дальше получается такая проблема, что человек говорит, что ты от меня хочешь, вот что ты меня взял, зачем ты меня взял на работу, что ты меня позвал, я сейчас уже не понимаю, да, что он, после его слова, да, мне. и возникает сложность с тем, что ты говоришь ему, дружище, ну, вот смотри, ну, вот тут проблемы, вот здесь проблемы, здесь проблемы, здесь проблемы, вот закрой. Есть ли такой опыт с тем, что возникают вот эти сложности в объяснении того, чего именно нужно от начальника, вот именно про тот самый процесс, запустить процесс, чтобы, не чтобы он конкретно там разгребал тикеты, вот не это, а чтобы вот возник процесс, то есть чтобы он тебе показал какой-то движущийся процесс, а не конкретное разгребание. Есть ли вот такой опыт? Что на этот счет можешь сказать? Это очень хороший реально вопрос. Я его, правда, очень плохо сформулировал. Нет, боль знакомая, поэтому очень понятная. На самом деле здесь одного ответа нет. Наверное, какой-то комплекс мер, но этот комплекс мер существует. Во-первых, когда ты собеседуешь на такую позицию сотрудника, ну, человека, то есть будущего, ты очень хорошо сформулировал, на анимином руководителе мы будем его мучить. Вот они заранее на это и настроились. Они вот этого и хотели. То есть они получили то, чего хотели. Поэтому здесь, конечно же, в идеале стараться избежать этой ситуации. Но если ее избежать уже не получилось, то есть что мне лично в свое время понравилось? Такой жестокий гестаповский метод собеседования, когда руководителя спрашивают, ну, давай, расскажи мне по шагам, из чего будет состоять твой рабочий день. Ну, это реально гестаповский метод, но на самом деле он позволяет тебе понять, насколько человек в состоянии структурировать свой внутренний микроменеджмент в условиях какого-то окружающего хаоса. Потому что он окажется в хаосе, когда ты ему задаешь этот вопрос, он находится в состоянии полной неизвестности. Ну, примерно похожий. И если он там скрупулезно смотрит, сможет сформулировать. И если это не будет перекладывание бумажек какой-то нормальный рациональный ответ, вот, там, провел планерку, оценил, где там, какие были замечания у структурно-думы, у смежных подразделений, если это сервисное подразделение, ну и так далее. То есть он по-человечески это объяснил. Вот, то есть на собеседовании, то есть это начинается с этапа собеседования. То есть когда ты задаешь этот гестаповский вопрос, он уже сразу понимает, что он в какую-то как бы не самую комфортную ситуацию идет, ну и может трезво принять решение, что да, это моя тема, я справлюсь. Во-вторых, действительно, наверное, можно честно сказать. То есть если вот зашел человек по душе, как бы он твой, ты видишь, что он твой, тогда честно ситуацию обрисовать нужно. Чувак, у нас вот есть такая проблемная зона, там условно некий мини-стартап, тебе надо прийти и разгрести это. Вот некие авгию, они вот будут такие. У тебя будет ждать такое-такое сопротивление, я за это готов тебе, ну, какой-то там, ну, офферт какой-то сделать, да. Ну, то есть чтобы он был готов, чтобы он сразу знал, во что он идет. Ну, а третье, когда он приходит и говорит, что я не понимаю, чего ты от меня ждешь, это очень важный сигнал, который нельзя игнорировать. Вот здесь нельзя сказать, я жду от тебя, что ты справишься с поставленной задачей. Ну, то есть это ноль, как бы, то есть так делать нельзя. Вот здесь это нужно садиться и скрупулезно разбираться. Здесь уже нужно тогда все. Это та ситуация, когда уже падает, и тебе нужно страховать. Садитесь, тет-а-тет, и начинаете разгребать уже по шагам его проблемы, его день. И, соответственно, тебе в этой ситуации нужно постараться снизить зону ответственности, убрать лишние ожидания, с которыми сейчас не справиться. То есть ты хочешь, чтобы он запустил этот операционный цикл. Убери пока все остальные ожидания. Пусть он сконцентрируется только на этом. Вот пусть его задача будет элементарной. Пусть пока он там на старте две недели будет менеджером с блокнотиком. То есть если нужна исполнительская дисциплина, скажем, давай, нам нужно наладить, чтобы все были работы учтены в системе тикетов, чтобы был прозрачный дэшборд, на котором было понятно, какая задача на ком, в каком статусе, и не протухает ли она. И что эти задачи делаются, этот цикл воспроизводится. И другого ничего пока не делаем. То есть постепенно тогда потом добавляем зону ответственности. Ну как-то так. Ну простого ответа не будет, это тяжелая ситуация. Но вот какие-то шаги вот такие я в своем опыте использовал. Спасибо большое за доклад. У меня два вопроса. Первый. Бывали ли у вас такие ситуации, когда у вас свеженазначенный руководитель не совсем принимается командой? Либо из-за каких-то решений, которые он ошибочно принимает, либо у него еще авторитета мало? Если были такие ситуации, как они разруливались? И второй вопрос. Вы упомянули про две ситуации, когда вы с руководителями расставались через год. Вот мне интересен, почему именно такой срок? Так просто совпало? Или у вас такое достаточно большое время на испытания руководителя? С одним вы расстались, потому что он... Но мы не расстались ни с одним из них, то есть мы именно в этой роли расстались. Да, именно в этой роли. То есть они оба продолжили работать и до сих пор работают с нами. Я со второго вопроса тогда начну, потому что он проще. На самом деле никогда не задумывался, почему так совпало, что и там, и там год. Но в целом да, потому что это... То есть у меня как бы степень лояльности к этим людям была очень высокая. И поэтому мы... При этом они продолжали делать свои задачи. То есть они в какой-то мере... То есть они справлялись. То есть это не было то, что это был потерянный год. Они делали свои задачи, при этом пытались сделать что-то еще. И вот это что-то еще не получилось. Поэтому в этой ситуации можно было терпеть год, потому что ущерба не было как такового. Вот. Соответственно, ну здесь вот второй вопрос вроде полностью. То есть не специально, но как бы да, в этих ситуациях я просто именно был готов с этими людьми играть в долгую. Да, меня как раз с точки зрения бизнеса интересовало, потому что насколько кредит... Ну да, они справлялись со своими основными задачами, то есть это было бонусом, поэтому то, что они с ними справлялись. Но этот год, это лежала нагрузка на мне, но я тащил нормально. То есть я понимал, что я могу еще тащить. Вот. Первый вопрос, напомните, пожалуйста. Первый вопрос. Были ли ситуации, когда свеженазначенный руководитель не принимается команда? И как из них рули? Ну, наверное, у всех такие ситуации были. Их невозможно избежать. Базовая, основная здесь рекомендация, которая звучала, это не брать со стороны, потому что чаще всего этот кейс возникает, когда со стороны. Вот. А вторая рекомендация, это всегда должно быть обращено к самому руководителю. На самом деле коллектив, когда человек приходит новый, и он не из этого коллектива, он всегда защищается, тем более, если еще, допустим, корпоративная культура достаточно строгая, он всегда защищается, коллектив начинает защищаться. Ну, а защищается как? Проактивно начинает удары наносить. Вот. Если же даже это из среды, как бы вашей... Да, я скорее про среду, когда... Да, коллектив начинает тестировать. То есть другая страсть. Мы начинаем тестировать, типа... Ну, что, самый умный, да? Ну, вот сейчас мы тебе подкинем задачку, как бы такую. Здесь хорошо работает то, что вы и перед сотрудниками не строите, как бы... Ну, соответственно, четко вот этот этап сделали, поняли, что реально хорошо, и вот за каждый из этих пунктов я могу ответить. Вот. И, соответственно, я даю понять, что я на большее не претендую, я только вот это могу. Во всем остальном бездарность полная. Но вот это могу. Вот. Соответственно, не строите себя больше, чем есть. Вот. И еще очень важный момент, с чего я всегда начинал, приходя в новый коллектив, в какое-то новое структурное подразделение. На первом этапе очень важно слушать. На самом деле, любой руководитель новый, придя в новое подразделение, с моей точки зрения, первый месяц работы обязан слушать. И вообще, по сути, не имеет права принимать решения. Он может только собирать коллегиальный какой-то совет и слушать, как бы, идеи, возможно, советоваться со своим уже состоящим руководителем. Он реально обязан слушать. И когда новый пришедший руководитель реально слушает и слышит, это, причем на фоне вот такой честности с ребятами, это и формирует тот самый объективный авторитет. Не авторитет там, что он гуру-программист. То есть я когда пришел там подразделение, значит, и там уже там 7 лет не писал программы, а мне нужно было снова с программистами работать. Ну, бесполезно мне строить из себя гуру-программиста и там пытаться им что-то по джаве там рассказывать. Нет, я туда и не лез. Но я как бы знаю, что у меня очень там хорошие технические те или иные компетенции, да, позволяющие мне их правильно выслушать. И когда они начинают там холиварить по какой-то архитектурном вопросе, моих компетенций хватает не для того, чтобы за них принять решение, потому что они лучше разбираются, а моих компетенций хватает для того, чтобы их аргументы адекватно им же показать и помочь принять правильное решение. То есть я не строю себя больше, чем я есть. Вот это очень важно. То есть от коллектива, ну и, конечно же, вот эта штука отличная. Прямо можно сервак уронить в 9 вечера и начать тимбилдинг. А с точки зрения руководителя, вот этого молодого руководителя, когда он приходит к вам с такой ситуацией? Ну, наверное, вот это все же и как бы все это. То есть здесь самое главное снять негатив. То есть здесь может такая ситуация, что этот руководитель придет с негативом к подразделению. Они меня там вообще, они там вообще там все такое. То есть здесь нужно снять его негатив к людям, что объяснить, что люди не виноваты, они рефлекторно себя ведут, они тестируют, они защищаются. У них рефлекторное, объективное поведение, оно всегда будет таким. Ну, соответственно, и вот эти все рекомендации, все это каким-то образом рассказывать, давать там как бы. Но я противник веревочных тренингов. Они, по-моему, не очень помогают. Спасибо. Если мы рассмотрим ситуацию, когда новоиспеченный руководитель из технорей, и он же обладает наибольшей технической экспертизой в команде, и как ему быть, когда одновременно приходится заниматься операционным каким-то управлением, и все такие основные глобальные задачи, большие, приходится ему решать с технической точки зрения. И при этом он развивается в техническом плане тоже быстрее всех остальных. Он вот в такой засаде, оказывается. Это засада. Что вы можете подсказать? Да. Хороший тоже вопрос. Это реально засада. Здесь как бы на самом деле хорошего решения не будет в любом случае. То есть отпустить надо, но неизбежно технический просад будет. То есть просад технической компетенции подразделения в целом будет. В короткую будет проигрыш. Но в долгую это... То есть здесь надо ориентироваться на игру в долгую. То есть если подразделение должно, группа, просуществовать полгода, то тогда не дергаемся и просто выполняем техническую роль. Тогда отменяем то, что я здесь говорил. И тогда это игра в короткую, и тогда это ок. Условно, проектная какая-то группа собралась. Если это игра в долгую, и у нас есть условно на перспективу 2-3 года, тогда надо как минимум подтянуть кого-то, то есть запустить какой-то процесс адекватного обучения, оставить себя условно на коммит-ревью. То есть условно ушел от кода, сам осознанно уходишь от кода, но сидишь на коммит-ревью. Что делать? Вот у тебя есть что делать с 6 до 10 вечера, как раз заниматься коммит-ревью. И примерно полгода придется вот так вот в таком режиме работать, но уходить нужно. То есть здесь в короткую будет потеря уровня технической компетенции у подразделения в целом, но в долгую они все равно научатся, а если человек гипотетически не отойдет от этого, то они и не научатся. То есть если это программисты, то оставляем себя на коммитах, на ревьюшене, и делаем это за счет сверх затрат, сверх усилий. Добрый день. Добрый день. Спасибо за доклад. Вот у меня, ну официально я руководитель отдела, но по факту я больше тем лид. И вот я второй раз уже за сегодня слышу про вредность работы руками. Вот у вас очень хорошо сказано переключить внимание на форматы и смыслы. Я вот прокручиваю в голове, я руками во многом почему работаю? Вот для переключения на эти форматы мне нужно быть, ну где-то на гребне волны я должен технологию на кончике пальцев чувствовать. Да, понимаю. Вот именно поэтому я продолжаю работать руками. Но это, да, это есть такое. И у меня здесь большая все время была рефлексия, связанная с тем, что я типа там в джаве не понимаю дженериков и аннотаций, потому что закончил на ней писать там в 2003 году, их тогда еще не было, там условно. Но я в итоге пришел к тому, что я поддерживаю свой технический уровень в широком диапазоне и на достаточном уровне, чтобы понимать, какие технологии для чего. То есть я смирился с тем, что я руками в этих технологиях сделать ничего не смогу. То есть я уже потерял это. Но я смирился с этим. Мне было больно, но я с этим смирился. Но я осознанно трачу много времени для того, чтобы свои технические компетенции поддерживать на уровне полного кристального понимания, что за технологии используются, что они дают, что такое time series, чем SQL-база от NoSQL отличается и так далее и тому подобное. На уровне понимания. Я понимаю, что я не разверну завтра кей-вэлю базу данных, но я понимаю, чем она отличается от схемы, базы данных со схемой. То есть вот здесь все-таки к такому формату надо переходить, с моей точки зрения. Не удастся удержать и то, и то. Ну, просто не удастся. Хотел спросить. А кто? Здесь. А, все. Прозвучала фамилия Адизаса, да? И очень в кассу два вопроса последние. Мы про какого руководителя-то говорим? То есть вот абстрактный темлит в вакууме, набор его компетенций, что входит из того, что вы рассказывали, да? Вы какого-то конкретного темлита рассказывали? Или это общие рекомендации и управленческий микс можно выстраивать уже в зависимости от тех. Скорее, второй вариант, потому что здесь нельзя сказать, что да, понятно, что там P, он априори много работает руками, как бы, да, это его особенности, но на каком-то этапе раннего стартапа он должен быть рядом с руководителем типа E и как бы вместе с ним делать. Но, опять же, он тогда не совсем руководитель, он тогда играющий. То есть есть понятие играющего, как бы, да, оно на каком-то этапе по организации, как бы, там, рост, оно необходимо, но в целом, да, это скорее такие, не связанные с расфасовкой по E-индексу, как бы, то есть рекомендации, не такого общего, то есть и не абсолютного характера. То есть, ну, где-то надо, да, сесть. Но просто я вот, когда уже система какая-то зрелая, большой достаточно коллектив, когда начинает руководитель подразделения играть в админа, ну, жопа, простите, происходит. Вот он садится и решает тряхнуть стариной и в СССР залезть. Ну, то есть речь идет о, в первую очередь, руководителей уровня либо линейных менеджеров, либо над департаментом, но не уровня владельца бизнеса, например, потому что тоже другой набор компетенций совсем. Ну да, здесь я про владельца бизнеса не говорил, здесь это отдельная история. Я здесь сам некомпетентен, поскольку в такой роли не имею опыта, и я здесь не знаю, что там. Там люди, говорю, что сегодня как раз компетенцию E-интерпретинера обсуждали сегодня с коллегой, и там у них там модель какая-то, он, надо идти туда, он пошел. Ты не знаешь, что там пропасть, обрыв, это вот задача остальных, быстрее него там мост построить, пока он куда-то идет, как бы. То есть там, да, это другая история совершенно. Ну вот просто идея, вот может быть еще человек, который справа спрашивал, я с этим делом столкнулся, что сложно делегировать техническую часть. Попробуйте делегировать всю административку. То есть у меня так получилось. Учишь темлида делать административку, я административку делать могу, но мне это очень тяжело, и я это не люблю делать. Я это скидываю на темлида, технические решения остаются у меня, потому что мне их проще сделать, я это быстрее делаю. Это очень оригинальная штука, и это редко так делают, но у меня так получилось. Это да, это хорошая штука, и мы даже, хорошо, что напомнил, у этого же даже, у Брукса, в его человекомесяце описывается вот эта модель, как раз когда вот в этой ситуации мы миримся с тем, что ну вот он прожженный технарь уже с ним, но он своим техническим авторитетом ведет за собой всю эту толпу технарей других, и пусть ведет, ладно, наймем ему администратора. Ну, в принципе, да, это скорее исключение из правил, но оно рабочее. Так тоже бывает, да. У меня вопрос по одному из предыдущих ответов. Вы упомянули, что до темлида, в принципе, можно за полгода. А с какой позиции? Потому что, скажем, из джуньора до темлида? Ну, нет, да, конечно, да. Я имею в виду, что полгода с момента, когда он тестирование прошел, то есть раз он прошел тестирование, значит, он все равно, наверное, был каким-то ведущим. Ну, а бывает прям, конечно, опять же, исключение из правил, бывают яркие звездочки. То есть у нас был паренек, он пришел после университета, как бы, то есть молодой, там, не оперившийся, как бы. Но он реально за полгода выстрел, темы тащит сам, то есть вполне стал, пришел джуниором через полгода ведущий. И объективно был ведущим. То есть, ну, как бы и есть. Но это исключение. То есть я имел в виду полгода, наверное, для позиции ведущего инженера. Давайте последний вопрос тогда сейчас. Вы упомянули о том, что Team Lead новому полагается право на ошибку. А вы обсуждаете, какой вообще размер этой ошибки может быть? Потому что ошибка может привести к срыву сроков, одна ситуация, а вторая ситуация, когда мы потеряли, например, клиента, а для стартапа это может быть просто конец и крах. Ну, вообще в идеале высший пилотаж руководителя, данного руководителя, сделает так, что он будет, как бы, некими незримыми условиями ограничен так, что он не сможет совершить ошибку больше допустимого масштаба. Если выстроить такую, как бы, ватную стену нельзя, то есть, да, не получится, то тогда, наверное, стоит просто, ну, то есть, не знаю, прямого такого на самом деле опыта у меня нет, то есть я сейчас немножко так рассуждаю сам, рассуждательно отвечаю, что бы я делал, оказавшись в такой ситуации, что я не могу выстроить вокруг него вот этот незримый, как бы, ограничитель. Ну, сказать ему честно, наверное, это в какой-то мере перечеркнет вот это право на ошибку. Он будет постоянно оглядываться, а я вот уже достиг границы или еще не достиг. Наверное, я бы здесь просто в той зоне, где ошибка недопустима, я бы в этой зоне на время снял с него, как бы, убрал у него право принимать решения. То есть я бы забрал их на себя. Оставил бы там, где он может принимать решения в допустимом ущербе, а вот это бы снял. Потому что, ну, если мы скажем вот так вот, разложим, что, короче, у тебя есть право на ошибку, но не больше, чем на 5 миллионов рублей. Ну, все, он в панике, пот, он будет постоянно сидеть считать. Он набрал уже этот 5 миллионов рублей или еще нету, как бы. То есть, ну, как-то так вот, мне кажется. Все, да, у нас? Спасибо, коллеги, большое. Спасибо вам, Семенович.